Друзья, сегодня продолжаем второй день съемок по Кашире, путешественники на поезде. Сейчас мы, я решил, да, я сегодня один, без Настя, Настя, к сожалению, сегодня не может, либо будет в Кашире два со мной. Я решил немного вернуться от нашего вчерашнего путешествия, вернулся я к ярмарке, она сегодня работает, и как раз вот именно из-за этого я решил ее показать. То, что вчера мы снимали без этого. Ярмарка работает, людей идет сюда достаточно много. Саму ярмарку заходить не буду, потому что, скорее всего, сейчас продавцы будут ругаться и прогонять, поэтому так покажу я ее. То есть как в старые добрые времена. В воскресной ярмарке люди приезжают, продают. Такое, конечно, кажется, есть во всех городах Московской области. Ну, я и как минимум видел такое в Орехово. Также и в Ступино. Ну, и в Ступино вообще, по-моему, каждый день работает. Вот. Мы, я сегодня, мы, на Тупино, потому что вчера сегодня было мы. Я сегодня двигаюсь в сторону бугра, потому что вчера снять не получилось. Из-за того, что разрядился аппарат, и зарядить его не получилось. Так как, ну, не вышло. Сегодня будем снимать бугор, а потом идем в Каширо-2, и с Каширо-2 я уже еду в ожерелье. Старайтесь сегодня успеть уже снять абсолютно все. Если получится, я буду рад. Если нет, то тогда будет и третий день съемок. Но я надеюсь справиться за один. Да ну и запах. Сейчас такой мертвый запах был. Также просьба, друзья, подписчики уже, которые есть, даже людей, из которых не знаю. Делитесь видео. Давайте поможем развить мой канал вместе. Ставьте лайки, подписывайтесь. Просите друзей подписываться на мой канал. Делитесь с комментариями, как улучшить видео, как сделать его более качественным. Ну, то есть, как вот, например, Иван Асташов мне помог очень сильно. Помог также Антон Ромашкин. Спасибо вам, ребят, что показали нюансы, которые для съемок в самый раз. И камеру, соответственно, посоветовали нормальные. Спасибо. Спасибо. По поводу съемок, например, в Кирилл Шишкин. Когда я сделаю то, что ты просишь, но со временем. То есть, не сейчас. Потому что сейчас еще пока что не время. И все комментарии, которые тоже были написаны, которые пожелания все я услышал. Поэтому со временем все буду вставлять в видео. Ну что, путешествуем дальше по Кашире. Следующий город будет Ступино. Надеюсь снять его на следующей уже неделе. Как можно заметить, то, что воскресенная ярмарка в Кашире очень-очень популярна. Сегодня воскресенье, 29 мая. То есть, машин тут всегда достаточно много. И, как вот, ну, сейчас, мне кажется, даже бывало все время больше. Какое-то время. Это место, где мы вчера закончили. То есть, Макдоналдс, улица Пушкарская. То есть, вон там мы вчера были. И вот я подошел с другой стороны к Пушке. То есть, вот она, как выглядит вблизи, а то вы ее вчера видели только вдали. Сейчас иду в сторону Дед Бугра, Кашир 3. И вот такие вот красивые места открываются. Конечно, я приближу. Еще поднастрою чуть-чуть, чтобы было видно. То есть, все вот эти вот склоны, которые в Кашире, они дают вот именно вот такую вот красоту. Открывающуюся на том берегу Оки. То есть, одни леса. Вот, в Кашире 2, когда сегодня буду, уже будет намного лучше даже, мне кажется, видно именно ту сторону. А мы движемся вон туда. Заброшенному зданию. Оттуда тоже открывается очень красивый вид. На ту сторону берега, либо на ту сторону оврага, вот этого. Наверное, вот так вот будет лучше видно. Это вот именно, чем славится именно Кашира, своими достопримечательностями, да, которые там можно увидеть в каких-нибудь передачах. Нет, самая главная достопримечательность, это виды. То, что город находится на склонах. И, как правильно, ну да, на склонах. И именно из-за этого открываются такие вот красивые виды. То есть, именно самая главная достопримечательность Каширы, это ее виды. А я подхожу к Дед Бугру. Либо Кашире 3. Ну, кому нравится там. Так, овраг. Такой вот открывается. По поводу видов сейчас подойдем поближе в Вище. Мы движемся туда. Это самое первое будет наше место. Это заброшенный морг, больница. Что-то такое. Один из оврагов, город Кашир. Люди на велосипедах, кто-то пешком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А я как раз уже подошел. Город, наверное, находится на бугре таком, что когда будем с него уходить, вы поймете, то что вот подъем, и когда будем уходить, я вам скажу, где будет спуск. Такая вот горочка. Здесь тоже заброшенный дом. Очень много версий о том, почему его забросили. Я ни одну из них называть не буду, чтобы не быть голосованным. Ну, он заброшенный, замороженный, и строить его дальше не будут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А нам вон туда, только придется обходить. Там по тропинке не очень удобно. Лучше всего идти, ну, с этой тропинки выходить на проезжую. На проезжую дорогу, где машины. Ну, и, соответственно, там будет поворот. И от него быстроты идти к моргу. Вышел на дорогу с этой стороны. Сейчас покажу дом. Здесь еще даже до сих пор макет о том, как он должен был выглядеть. Сейчас мы зайдем поближе, прибавлю. А, он даже здесь не один должен был быть. И должно было быть несколько. Это комплекс. Просто вот так вот. И дом. Сейчас как раз вот подхожу к моргу. Можно, в принципе, сделать на первом повороте. Но те, кто любит попасть сразу же, ну, погулять там по моргу хочет, если кто-то, то это на втором повороте. А если кто-то хочет сразу пойти, посмотреть на вид красивый, то лучше повернуть на первом повороте и идти. Так, прошу прощения, падает сумка. Так вот это выглядит заброшено. Уже по чуть-чуть все зарастает. Лес приходит и сюда. Березки. Для любителей квестов, мне кажется, здесь самое-самое место. Отсюда видно, кстати, церковь. Кошевая-1, которую мы вчера в центре города снимали и фотографировали. Как-то прошли. То есть дом с другой стороны. А мы сейчас подходим к первому месту на деду угре. Красивому фотографию. Походу, походу, еб. Такой вид открывается. То есть вон там, в город Ступино. Строящийся. Никак не сфокусировали. Вот Ступино мы увидим. Другой. Пойп. Висот очень красиво. Фотографируем. Вон дорогу, по которой мы шли. А я движусь обратно. А вот это уже второй поворот. К моргу, соответственно. Туда поехал. Ну, где может обратить, прогуляться. Я там видел людей. Я так думаю, все-таки морг еще до сих пор работает. Значит, он не заброшен. Так. А мы сейчас движемся по дороге. Эта дорога ведет к станции Кашира. С которой мы начали свой путь. А мы идем, соответственно, сейчас на мост. Он на тот. И заходим к Каширу-3. Здесь выходные. Все идут на дачу, наверное. Там детский сад. Воздух гуляют. А, нет, это школа. Прошу прощения. Все. А мы идем на мост. Еще один овраг. Даже какое-то болото есть. Тут таких три моста. То есть, один там. И еще один там. Почему решил выбрать именно этот? Ну, самый близкий к одной из строящих достопримечательностей. Дед Бугра. Вот так вот место. Тоже для фотографий. Гаражи. Выходим мы из строящих достопримечательностей. Это ФОК. Физикультурно-оздоровительный комплекс строится. То есть, он по сути, как везде в московские области. В московских областях. Сплавательным бассейном обязательно. То есть, тут такая вот. То есть, в Орехово-Зуево уже такое построили. И сейчас строится здесь. Фундамент все положили. Уже начинает выходить. Вот на другой уровень. То, чтобы, если что, лучше было видно. Я как раз подхожу уже главному торговому центру Дед Бугра и иду в сторону администрации. Это торговый дом. То есть, люди, которые выходят с остановки, с которой он там, вон, в автобусе едет, они идут сюда. Либо сюда. То есть, здесь самое главное продовольственное такое место. В городе. Реконструкция рынка происходит. Здесь еще один рынок в Кашире. И я сейчас вот уже как раз на подходе к администрации города Кашира. И уже после этого получается выход из города. И вы поймете, почему Дед Бугор. Ну, почему Дед, не знаю. Может, из-за того, что старый. А Бугор вы поймете. Один из самых таких домов в Кашире. На Дед Бугре разрисованных. Конечно, не как в Шатуре. Мы еще Шатур снимем получше. Мы как раз с вами подходим уже к администрации города. Таким вот образом он у нас выглядит. Зайдем сейчас на балкончик прогуляемся. Это открываются нам городские трубы в Кашире 2. Такой вот балкон. И снова виды из Бугра. Очень большие ступеньки. Сейчас подавим к доске подсчета. Посмотрим, кто там есть. МФЦ. Много профессионального центра моей документы здесь также находятся. Администрация городского округа Кашир. И, соответственно, рядом здесь же доска подсчета. Давайте посмотрим, какие компании здесь представлены. Каширский завод металлоконструкции и котлостроения. Также Кашир и хлеб. Мы до него вчера так и не дошли, но ничего страшного дома. Конгломерат. Миаспраум. Общество с ограниченной ответственностью Айбэ. Седек. Фриталай Мануфактуринг. Пепсик Лайс. Ожерельский комбикормовый завод. И также Каригус. Общество с ограниченной ответственностью. А мы движемся уже из города.